Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами я, Мила Тарасевич. У нас сегодня в гостях директор Одинцовской гимназии номер 7 Ольга Евгеньевна Писарева и учитель начальных классов Ирина Владиславовна Чистухина. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас в Одинцовском городском округе проводится действительно очень большая патриотическая работа, а в вашей школе вообще существует целый марафон славы. Давайте поговорим об этом. Как вообще родилась идея создания такого марафона? Ну, идея создания марафона, она родилась совместно. И учителя, и дети, и, конечно же, родители детей. Потому что мы все знаем, что этот год 2020 – это необычный год для нашей страны. Это год памяти и славы 75-летия Великой Победы. Как отметить эту дату? Как к ней подойти? Ну, а для себя мы придумали такой марафон «75 шагов к Великой Победе». И этот марафон открыли недавно, 20 декабря. Открыли его всеобщим флешмобом. Желание, причем у детей было собственное, никто никого не принуждал, всем только объявили и рассказали, как надо поучаствовать в флешмобе. Это ввести какую-то символику в своем классе, посвященную Великой Отечественной войне. Взять символику на, может быть, на какой-то одежде что-то прикрепить. Надеть пилотку солдатскую и так далее. То есть это был простор фантазии. И каково же было наше удивление, когда мы заходим 20 декабря, это действительно произошло. Дети дежурные встречали в пилотках, в классах проходили классные часы, мероприятия, открытые уроки. Приглашенных было очень много. И это сделали тоже сами дети с родителями и их классными руководителями. Приглашенными были ветераны и дети войны. Поэтому марафон только получил свой старт. Произошло открытие этого марафона. Но это процесс долговременный. Это процесс не сегодняшний. К нему мы шли долго. И патриотическое воспитание, оно же ведь зарождается, опять же, не сиюминутно. Я думаю, что, скорее всего, это надо начинать даже в начальной школе. Чем раньше, тем лучше. Потому что там поколение детишек 21 века, они смутно знают что-либо о войне. Для них, может быть, это сродни тому, что война отечественная 1812 года. И вот наша задача – показать славные страницы истории нашей Родины. И этим очень хорошо и много занимаются в нашей начальной школе. А вот Ирина Владиславовна, она является как бы руководителем этого патриотического направления в начальной школе. Ирина Владиславовна, тогда вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, с чего начинать? Вот с малышами. С ними же, наверное, гораздо все-таки сложнее, чем с детьми такого более осознанного возраста. Вот с чего вы начинаете? Какой первый шаг? Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это сложно. Потому что, ну, если ты во что-то веришь и хочешь добиться каких-то целей, и правильно это преподаешь детям, то они очень легко это все схватывают. Мы начинаем это с первого класса. Сначала это проводятся маленькие беседы, потом классные часы. После этого уже переходим на более такой уровень, начинаем приглашать, на более высокий уровень, начинаем приглашать к нам ветеранов, тружеников тыла, блокадников, детей войны. Туда привлекаем их дедушек, бабушек, прабабушек, кто хоть немного знает о тех временах и могут что-то нам рассказать. Дети даже вот к четвертому классу многие заинтересовались и стали вместе с родителями вести поиск своих родственников. Мы подготовились тоже и к бессмертному полку, ходили вместе с детьми, с родителями, с бабушками на демонстрацию. Ходим на митинги, приходим к памятникам героев, ходим к вечному огню. Ну и, соответственно, учим стихи, поем песни и стараемся общаться с теми людьми, которые в нас нуждаются. Если говорить о ветеранских организациях, о гостях, которые вы приглашаете, насколько охотно вообще они всегда отзываются на ваше приглашение? Ну, к Ирине Владиславовне они ходят очень охотно, так же, как и на все другие наши мероприятия. Гостей у нас было много. Вот на открытии марафона, я думаю, что порядка человек, наверное, где-то около 20 пришло ветеранов. Мы крайне были рады. Вот, очень тепло их встречали, старались тепло встретить. И, надеемся, на дальнейшие встречи я их уже пригласила на следующее мероприятие нашего марафона, о которых тоже могу сказать. Это и различные мероприятия. Каждый классный руководитель, каждый класс вместе с родительским сообществом предполагает провести ряд проектов, посвященных 75-летию победе в войне. Но считаем, что это не очень хорошо, если мы закончим это 9 мая. Поэтому весь год у нас будет посвящен до конца этого 20-го года, до конца декабря, вот посвящен памяти и славы. Но центральное, конечно, событие будет 9 мая. И все сопряженные с ним мероприятия. А о чем хотелось бы сказать, я уже просто это анонсировала нашим гостям, нашим ветеранам. Мы проведем Бал Победы. У нас слышно, что ветераны любят танцевать и любят встречаться. Это в этом помогает им проект «Активное долголетие». Поэтому Бал Победы будет проведен, но в стилистике, все-таки 1945 года. Поэтому проговорим, как это будет. Это будут песни, это будут танцы того времени, которые мы подготовим со своими ребятами. Это будут, естественно, костюмы. Ну и, конечно, поэтическая часть этого бала тоже будет ожидать наших гостей. Так что всех ждем в гости, наверное, где-то в конце апреля. Ну, возвращаясь, опять-таки, к нашему большому, вашему, точнее, большому марафону. Насколько я знаю, в рамках марафона существует множество проектов. Давайте конкретно поговорим про них. Да, вот один из проектов «Наша школа военные годы. Война глазами детей». Вот расскажите про эти проекты. Как они появились? Эти проекты, они появились путем творчества. Во-первых, накоплена большая, есть много очень традиций в нашем школьном музее. Накоплена большая такая папка, скажем так, где все систематизировано, различных проектов. Потому что претератическая работа, она у нас ведется очень давно. А вот конкурс рисунков «Война глазами детей», он уже позволяет ребенку погрузиться в эту атмосферу. Конкурс инсценированной песни позволяет почувствовать себя персонажем этих событий. Конкурс проекта «История военной песни» – очень интересный проект, который будет проводиться в нашем среднем звене, когда дети будут искать историю этой песни, как она появилась, какова история была на фронтах Великой Отечественной войны. Конечно же, проекты, связанные с именами героев Великой Отечественной войны, будут представлены обязательно в нашем марафоне. Этим тоже будет заниматься каждый класс. «Моя семья», «Моя семья» в годы Великой Отечественной войны – это, в общем-то, тоже уже традиционный конкурс. Ну и оформление презентации, оформление создания видеороликов, создание даже фильмов о семье, фильмов, в которых дети могли бы почувствовать себя участниками этих событий, погрузить их в эту атмосферу. А, возможно, даже будет и завтрак блокадный. Не хотелось бы это, конечно, тоже раскрывать секрет заранее, но хотелось бы, чтобы дети почувствовали, что такое эти 30 граммов хлеба черного, ржаного, и что такое это вот просто стакан кипяченой воды, и это все. Вот это впереди очень много планов. Рождаться будут проекты, наверное, и в течение марафона, не случайно он марафоном называется. Ну, если мы говорим о традициях, вот, Ирина Владиславовна, вы рассказали, что вы принимаете всегда со своими детьми участие в возложении цветов. Как проходит вообще подготовка? Вы учите какие-то стихи с ними? Что вы им, какие на посты слова вообще даете перед самим мероприятием? На самом деле, сейчас вот, когда дети взрослеют, да, если мы возьмем этапы, в первом классе не то чтобы неохотно, они не совсем это понимают. И когда дети начинают взрослеть, вот вы когда к нам приезжали, снимали видео, вот, они уже делают это все сами. Никого не нужно ни о чем просить. Они сами предлагают стихи, которые могут прочитать на каком-то празднике, который посвящен. Они сами могут спеть, они уже все делают, практически все делают сами. Я просто их направляю в нужное русло, как это нужно сделать, как правильно сказать. Но мне очень нравится еще, как вот они относятся к ветеранам и к людям, которые приходят. Даже в этот раз отметили, вот, ветераны, говорят, как же они повзрослели, и взгляд другой. И осознают они это уже все по-другому. Они это пропускают через свое сердце, через свою душу. И вот то, что вот это понимание приходит со временем, оно у них еще и укрепляется. У нас подключается, как Ольга Евгеньевна сказала, семьи подключаются. Подключаются даже вот в этот раз, когда мы приглашали ветеранов, ветераны позвали своих еще друзей. Вот, то есть, тружеников тыла. Они тоже к нам пришли, и мы еще. То есть, с каждым разом, с каждым мероприятием мы узнаем все больше и больше от людей, которые пережили то время. Потому что я всегда говорю, главное было, наверное, выжить. И мы всем благодарны. Не только воинам, да, которые защищали нашу землю, но и всем тем, кто смог выжить в этой страшной войне. И всем тем, кто очень многое делал для того, чтобы мы сейчас вот жили, учились, работали. Вы ветераны всегда очень долго, проникновенно рассказывают, да, о годах Великой Отечественной войны. А какая же вот обратная связь от детей? Вот вы ее замечали? Конечно. Во-первых, они это запоминают. Они это рассказывают своим друзьям. В классе послушали, пошли в какое-то другое место, они рассказывают своим друзьям, своим родителям. Пишут сочинения, сочиняют стихи, конечно же. И песни тоже. Да, и песни тоже сочиняют, да. Да, уже в начальной школе. Вот, говорите, пишут сочинения. Бывает такое, что вы проверяете сочинение, и вот прям настолько... До слез. До слез бывает, да, такое? Конечно, да, бывает. Ну, из рассказов родители. Родители еще рассказывают. Потом мне понравилось то, что они заинтересовались поиском родных. Многие не могли найти. Даже вот сейчас там сайт еще один дали. А был ли какой-то удачный уже опыт? Да, у меня в классе есть несколько человек, которые очень долго искали награды, допустим, своих родных и близких. И тоже выступали на телевидении. Вот Паршин Яромир, он нашел свою прадедушку. Вот. И об этом нам тоже рассказывал, приходил, показывал все. То есть все, что мы находим, все, что мы узнаем, мы всегда делимся друг с другом и пытаемся это рассказать другим, чтобы люди знали, помнили. Ну, сегодня мы так много говорим о марафоне. Я предлагаю все-таки посмотреть сам сюжет. Да, давайте телезрители наши тоже увидят, как все это было, как проходил марафон «Слава». 2020 год станет годом славы и памяти. 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Его главное событие, к которому готовится вся страна. Сразу после новогодних праздников коллектив Одинцовской гимназии номер 7 решил начать учебный процесс большого патриотического марафона. Программа его мероприятий очень обширна. А началом послужил флешмоб. Учащиеся оформили кабинеты военной атрибутикой. Дежурные встречали ребят в пилотках. На большом мониторе шла тематическая презентация. Звучала музыка военных лет. В гимназии воцарилась торжественная и даже праздничная атмосфера. Совершенно другое настроение. Вроде только что мы вышли из новогодних праздников, а теперь у нас совершенно другое мероприятие. Ну и, конечно, долговременный такой проект. Он закончится, может быть, 9 мая. Вернее, последнее заключительное мероприятие будет 9 мая. И традиционно в демонстрации по городу Одинцово у нас участвуют не только 1-2 класса. Приходят все желающие. И с каждым годом наши делегации на демонстрации станут все больше и больше. Причем многие уже одеты тоже в военную форму. И это все видно со стороны. На открытие приехали почетные гости. Ветераны разошлись по классам вместе с детьми. В одном из кабинетов проходил проект «Наша школа. Военные годы», в котором приняли участие семиклассники, уже третий год изучающие историю, и ученики начальных классов, которым это только предстоит. Мы будем долго честовать и верить. И не забудем доблестное отварить. Всю боль, которую меры не измерить, не вычеркнешь, которой на бумаге. В старших классах прошел интегрированный урок химии и истории. Он был посвящен тому, как химия участвовала в деле Великой Победы и как достижения этой науки помогли приблизить Великий День. В завершение дня в актовом зале гимназии состоялась конференция по теме «Священная война. Роль священника в деле Великой Победы». Директор гимназии Ольга Писарева уверена, что марафон славы не закончится 9 мая. Патриотическая работа в учебном заведении обязательно будет продолжена. Ну что ж, пока шел сюжет, к нам присоединился учитель истории Мазуров Николай Викторович. Николай Викторович, здравствуйте. Добрый день. Ну, насколько я уже наслышана, вы также уделяете огромное внимание патриотическому воспитанию. Расскажите, пожалуйста, о том, как проходит ваша работа в данном направлении. Прежде всего, мы никогда не забывали, и я стараюсь это донести до каждого своего учащегося ребенка о том, что не обязательно какой-либо конкретной дате посвящать уроки истории относительно побед в Великой Отечественной войне. То есть мы не стараемся именно к конкретной дате привязать наши занятия. Безусловно, мы должны помнить о наших героях всегда. И я стараюсь уделять этому максимально возможное внимание, естественно, проводя определенные уроки тематические и соответствующие занятия, посвященные нашим героям. Ну, на чем строятся ваши уроки? Вот как они проходят? Для начала я считаю, что мы не должны забывать, во-первых, город, в котором мы живем. Это, конечно же, город героев. Наши улицы названы именами тех самых выдающихся полководцев, кто проводил свои соответствующие боевые операции на фронтах Второй мировой войны. Маршал Бирюзов, Георгий Константинович Жуков, Неделин, Глаголева. То есть эти имена должны знать, я думаю, как бы все жители города Одинцова. Я стараюсь соответствующие проводить и уроки тематические, и посвященные конкретным памятным героям нашей Великой Отечественной войны, которым посвящены улицы нашего города, чтобы каждый мой ученик смог, проходя по этой улице, ответить на прямой вопрос, кому посвящена данная улица, чье название она носит, чем был знаменит и чем прославился данный соответствующий герой войны. А насколько я знаю, вы еще также руководите и музеем, да? Расскажите, пожалуйста, про музей. Да, мы также проводим, соответственно, практику работы нашего историко-кровевического музея в гимназии номер 7. Занимаемся мы на данный период, естественно, опять-таки, вследствие знаменитой даты, 70-летия окончания Второй мировой войны, Великая Победа, естественно, сейчас мы уделяем ей непосредственное внимание, собираем соответствующие артефакты, проводим соответствующие занятия в нашей школе, выезжаем на семинары, в частности, были, допустим, вот последний раз на семинаре в Немчиновском лицее, где мы посвятили свое выступление, такой, на мой взгляд, довольно-таки интересной, возможно, не очень сильно раскрученной теме, как артефакты, посвященные конкретным персонажам, то есть, вот, допустим, нам принесли в музей определенную вещь, штык-нож, соответственно, мы хотели бы о нем рассказать, мы на этом семинаре этому и посвятили мнение. Проводим с ребятами соответствующие исследовательские работы, то есть не просто взять какую-либо вещь из нашего музея и рассказать о ней, а провести более детальное, конкретное исследование, откуда она появилась, какова ее судьба, какова судьба ее соответствующих прошлых владельцев, и как она у нас, оказавшись, принесет соответствующие результаты для того, чтобы заинтересовать и, соответственно, в дальнейшем продолжить работу нашего краеведческого музея. Как появляются вообще экспонаты у вас? Это учителя приносят, родители, дети, кто? Работаем все, на самом деле, на данном вопросе. То есть, если, допустим, я говорю о том, чтобы ребята там посмотрели у себя, конечно же, они посмотрят у себя. Кто-то приносит сам. Поскольку наша гимназия находится достаточно недалеко от периферийной части города Одинцова, конечно же, к нам приносят и те, кто переезжает в город Одинцова. Соответственно, некоторые вещи там достаточно такие иногда бывают, забавно, я бы сказал, как прялки, какие-то старинные чемоданчики, шкатулки и так далее. То есть, люди переезжают в город и говорят, ну, у вас учились. Мы хотели бы оставить после себя и такую вот небольшую память. Хочу добавить, что у нас, поскольку это самое старое образовательное учреждение среднее в городе Одинцово, это бывшая Акишевская школа, гимназия номер 7, так вот у нас самый, наверное, старый музей в городе Одинцово, музей школьный. Его основательница была несколько десятков лет назад, почти 30 лет назад, Мокина Алифтина Александровна, тоже учитель истории. Там собраны действительно настоящие раритеты. И это не только краеведческий музей, но это, в первую очередь, музей боевой славы. Он посвящен также нашим выпускникам, воинам-интернационалистам, погибшим во время действия в Афганистане. Он посвящен также нашим и учителям, и учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Разрабатываются проекты новые, чтобы собрать вот целую выставку. Это педагоги школы номер 7, погибшие в год, отдавшие свою жизнь за победу. Это последний выпуск перед войной. Тот весь выпуск, который почти весь погиб, остался на фронтах нашей войны. Это директора, которые ушли на фронты тоже, директора нашей школы 7, тоже погибли в годы войны. То есть работы еще очень-очень много. И эту работу у нас будет возглавлять Николай Викторович, несмотря на то, что он только что пришел в школу, но проявил уже вот такой большой энтузиазм и собрал вокруг себя ребят. И выступает уже неоднократно по нашему городскому округу со своими лекциями и выступлениями. Николай Викторович, ну что у вас, какие планы вообще на ближайшее время? Что готовить? Возможно, какой-то проект, семинар? Что будет? Будет проектов достаточно большое количество. Прежде всего, как уже сказала Ольга Евгеньевна, то есть мы хотели бы посвятить отдельное, наверное, выступление. Это, соответственно, героям фронтовиков, выпускникам, учащимся в нашей гимназии. Потому что об этом я считаю, что мы просто обязаны помнить, обязаны знать и обязаны донести это до наших ребят. Это первое. Что касается еще дальнейших проектов, то это, безусловно, исследование на тему участия непосредственно округа города Одинцова в Великой Отечественной войне. Это, соответственно, сбор материалов. И я думаю, что мы посвятим отдельно еще тему памятникам, которые установлены в городе Одинцова героям, павшим в боях в Великой Отечественной войне. Возможно, также проведем ряд лекций непосредственно уже, что называется, в поле, то есть с выездом, то есть показывая ребятам уже конкретно. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот здесь вот это памятник, это братская могила. То есть наглядно это всегда будет интересно? Конечно, конечно. Я считаю, что это обязательно нужно, чтобы каждый ребенок это увидел, прочувствовал по себе, то есть проходя по улице, понимая это, видя, он должен, соответственно, и уже понимать, о чем он. Гордиться. Прежде всего гордиться, потому что не забывать и гордиться – это наша память. Мы обязаны это сохранить и переумножить. Ольга Евгеньевна, я не могу вас не спросить о очень интересном интегрированном уроке, который проходил в рамках марафона. Это урок совместной истории и химии. Тоже расскажите, пожалуйста, о ней. Такие уроки в нашей гимназии не редкость, потому что Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает метапредметные уроки, соединяющие разные области преподавания. Но в данном случае этот урок был посвящен открытию марафона «Памяти и славы». И темой его была химия и ученые-химики, внесшие свой вклад в дело победы. Поэтому соединены были предметные области, такие как общество знания, история и, конечно, химия. Ну, а интересно было, когда были проведены опыты, не только сведения, не только теоретическая часть о том, как каковалась победа, не только презентации, не только фильмы были показаны, фрагменты фильмов, но и химические опыты, которые наглядно показывают, как противогаз действует, как можно было праздничный салют, такое интересное тоже зрелище было, праздничный салют, из чего тут что состоит. Поэтому такие уроки мы будем продолжать, и, может быть, это только действительно старт и начало в этом году. Продолжим дальше. Я в этом уверена. Я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вашей школе только процветания и как можно больше талантливых учеников. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.